21 марта в Подмосковье стартует социальный раунд «Маленький пассажир. Большая ответственность». О проекте мы поговорим с моим гостем, начальником ОГИБДД Анатолием Баландиным. Здравствуйте, Анатолий Васильевич. Добрый день. Давайте для начала все-таки расскажем нашим телезрителям, что из себя представляет этот социальный раунд и какова его основная цель. Социальный раунд «Маленький пассажир. Большая ответственность» будет проходить 21 марта по 17 апреля на территории Подмосковья. Это, кстати, в рамках информирования, а также повышения социальной ответственности у граждан при перевозках несовершеннолетних пассажиров. Цель этого мероприятия какую перед собой? Цель – обеспечение дорожно-транспортной перевозки, безопасность маленьких пассажиров при перевозках водителями. Основная наша цель. Зачастую в ДТП, где переводятся дети несовершеннолетние, они получают наибольшие травмы, если они не используют специально удерживающие устройства. Соответственно, для этого мы и проводим этот раунд с целью информирования водителей, родителей, самих же детей, чтобы у них вырабатывалось уже определенное поведение. Когда они заходили в автомобиль, садились, и уже родителям сами говорили, мама, папа, водитель, пристегните меня к ремнем, посадите меня в детское устройство, чтобы азы с самого детства должны у людей вырабатываться. Довольно давно уже появились и автомобильные кресла, и законы, которые должны стимулировать их использовать. Неужели до сих пор много людей есть, которые пренебрегают этими мерами защиты? Мы их об этом информируем, мы не только, допустим, положительные какие-то примеры, но немного отрицательные, чтобы у людей немного в сознаниях откладывалось, какие могут быть последствия, если они не будут использовать все-таки ремни и детские удерживающие устройства. И с каждым годом таких водителей все меньше и меньше становится. Все-таки начинают уже адаптироваться и приобретать устройства. Какие мероприятия будут проводиться в рамках раунда на территории нашего муниципалитета? Ну, основные это у нас будут проходить тематические мультимедийные продукты. Будем во всех школьных организациях, дошкольных организациях с крупными предприятиями, переводчиками проведем, так сказать, разъяснительные. И также покажем им, как нужно передвигаться с малолетними пассажирами. В торговых центрах баннеры и краны светодиодные. Ну, основная цель это все-таки информирование, нежели наказание водителей. Какие-то будут останавливать водителя, именно на дороге какие-то будут, рейты проводиться? Ну, конечно, это в обязательном порядке у нас. Они и до этого без этого раунда проходились. Просто сейчас больше тематических листовок водителям будем предлагать и информировать их об этом. Перевозка детей в возрасте младше 7 лет обязательно в специально удерживающих устройствах. Вот есть такая листовочка. Здесь предусмотрена, ну, то есть, от года рождения, ну, то есть, от самого младшего возраста до самого старшего, когда правилом на дорожное движение предусмотрена перевозка детей. То есть, в своем определенном возрасте тот или иной пассажир, не достигшего возраста, там, 13 лет, должен передвигаться в автомобиле со специально удерживающей устройством, которое крепится ремнями безопасности системы изофикс. Спасибо большое, что пришли в нашу студию, ответили на наши вопросы. Ну, а я напоминаю, что в гостях у нас был начальник ОГИБДД Анатолий Васильевич Баландин.